Всем привет! К Новому году требуется много салатов на стол, все это должно быть. Все круто, все классно. Я вспомнил один салатик, которым я восхищался всю свою юность, когда еще только-только начал учиться в университете. И брат меня таскал, старший брат, по заведениям. И вот этот салат был одним из наших любимых, потому что им прекрасно было закусывать водочку, да и название дальневосточный, в общем, нам навевало какую-то романтическую юношескую волну. На самом деле он мега простой, прям проще вообще не бывает. Состоит он из нескольких ингредиентов. Первый и главный ингредиент это кальмар. Вот здесь у меня 4 штуки, он должен состоять максимально из кальмара. Вот только кальмар, по моему ощущению, и парочка-тройка ингредиентов дополнительных. Значит, как подготавливаем кальмара. У меня есть уже подогретая вода. Делаем бульончик. Делаем бульончик, его не надо там много. Главное, прилично его посолить, потому что кальмар будет находиться в воде совсем недолго, поэтому там на пол-литра, чуть ли не чайную ложку воды я, ой, соли туда отправляю. Обязательно нужно пару мощнейших таких листиков лаврушки, 3 добавлю. Значит, обязательно нужно сюда добавить еще будет пол зубчика чеснока, нарезанного такими долечками, просто обычными. А половинку я еще потру потом в заправку. Значит, сюда обязательно чеснок. Можно добавить туда черный перчик горошком и доводим воду до кипения. Нам нужно кальмара подварить. Только подваривать его нужно очень аккуратно. У меня кальмар полностью разморозился. Там щепоточку немножко черного перца. Пусть это все там подваривается. Значит, кальмара проверяем, чтобы не было никакого хитина, чтобы внутри все было чисто. А он у меня чистый, вижу. Один точно. Ну, тут какая-то мелочевка. Изнутри можно ее убрать, если она берется. Если не берется, значит не убираем. Дорогие друзья, если у вас еще нету аккаунта в Япи, у меня он и есть. Просто добавь воды называется. Сделайте тогда аккаунт, заходите, подписывайтесь на мой канал. У меня там только эксклюзивные видео. Ну и напомню, что Япи это социальная сеть для вертикальных видео. Когда вы снимаете, сразу же выкладываете. Можете делать коллаборации со своими друзьями или со звездами. Создавать открытую комнату. В общем, масса всяких прихолюх в Япи. Приходите. Много всего интересного, яркого. Но и мы ждем, чтобы вы тоже делились со всем окружающим миром своими яркими моментами. Гоу в Япи. Кальмарчиков туда опускаем. Вода перестает кипеть. Ничего страшного. Огонь пока не убираем. И считаем до 20. 20, 19, 18, 2, 1. И вот вы видите, кальмары побелели. Вода у нас не кипит. Кальмар у нас не варится. Но при этом он полностью прогрелся. Стал плотным. Можно, хотите, в какую-нибудь кастрюльку куда-то, в другую емкость перекладывать. Перекладываем. Все, кальмарчики готовы. Вот они такие. Беленькие стали. Горячие. Лаврушку сюда. Холодной водой я их споласкиваю. Фильтрованной, конечно же. Чтобы их приготовление остановилось. Все, они не должны больше готовиться. Все лежат в воде, остывают. Огурчик. Пока кальмары остывают. У меня здесь есть почищенный кусочек. Я его отрежу и вот так сделаем. Значит, смотрите. И ложечкой мы вот таким образом вычищаем серединку. Для того, чтобы огурчик напоминал такие полуколечки, как будто тоже, как кальмар, как будто бы. Все, небольшое количество огурца для освежения. Полукольца огурца. Яйцо разрезаем. Нам нужен белок. О, синенькое яичко. Все, как в настоящем. В настоящей советской семье. А не это все. У вас яйцо сыроватое. По-европейски. Что это такое? Русскому человеку не гоже. Яйца варить с желтыми желтками. Синие должны быть. Теперь полукольчики, полукольца белка сюда. Белок очень напоминает крахмал, кальмара. Я даже, по первости, не будучи поваром, в юности путал даже, думал. О, как один кальмар там. А там, оказывается, белка. Полна коробочка еще была. Надо так нарезать, чтобы похож был на кальмара. Кальмар. Кальмар. Когда вы варите 20-30 секунд его, он уплотняется, но не переваривается, не будет резиновым. Очень сочный, мягкий, нежный. И даже для гриля подваривайте его слегка, чтобы потом на гриле он лишнюю воду не отдавал. Все, соломочкой нарезаем. Давайте три. Сделаю зеленый лук. Значит, заправка. У меня здесь есть пару столовых ложек майонеза. Терочку берем. Пол зубчика чеснока. Пол зубчика чеснока сюда. Желток один. Разминаем его. Второй тоже сюда же. Чуточку соевого соуса. Прямо пол чайной ложки. Перец обязательно. Ну, чуточку соли. И буквально небольшая ложечка сметаны. Все это разминаем и смешиваем. Добавляем сюда заправочки, не стесняясь, пару ложек. Если что, добавим еще. Берем две ложки. И начинаем аккуратно перемешивать. Салат готов. Видите, все мега просто. Даже сказать нечего. Главное, больше 30 секунд не держите кальмара в горячей воде. А потом сразу охлаждайте его, чтобы он перестал готовиться. Тогда кальмар будет супер нежный. Вкусный. Заправка простая, шикарная. Идеально подходит для салата с кальмаром. С вами прощаюсь. До свидания, до новых встреч. Увидимся снова здесь у меня на канале. Пока.